Друзья, а перед началом просмотра видео я попрошу вас подписаться на наш канал. В феврале 2013 года Алексей со своей подругой отправился подышать воздухом на побережье Финского залива. Они прогуливались по берегу, вскоре девушка замерзла. Она пошла в машину, а Осипов остался на берегу. По ее словам, он хотел еще немного побыть один. Но вскоре она получила СМС с его телефона, в нем говорилось, чтобы она его не ждала. Девушка перезвонила, но телефон уже был не на связи. Не найдя Алексея в том числе и дома, она инициировала поиски. Актер среди знакомых и друзей слыл чудаком, поэтому первое время после его неожиданного исчезновения никто всерьез не забеспокоился. Все считали, что он вполне мог рвануть куда-либо, не сообщив никому. Такой был у актера характер. Они знали, что в свое время он на велосипеде проехал пол Европы, был жизнелюбом и авантюристом. Никто не мог предположить, что случилась трагедия. Но время шло, а Осипов так и не появился. В июле 2013 года тело актера обнаружили в районе дамбы у города Ломонос.